Доступная среда может быть и недоступной. И это вовсе не из-за того, что условия для инвалидов не создаются. Просто кто-то паркуется, занимая места людей с ограниченными возможностями здоровья. Пять заняты людьми, не имеющие знаков инвалидности. Печально. Бороться с нарушителями взялась общественная палата Химок совместно с ГИБДД. Сегодня они проводят очередной рейд. Ленивые автолюбители доставляют массу неудобств инвалидам-колясочникам, особенно в осенне-зимний период. Человек с костылями или человек на коляске будет идти лишние 50 метров. И для него невозможно будет их пройти, потому что в колеса, на рукава будет попадать снег, вода и будет невозможно двигаться. За неправильную парковку машину просто эвакуируют. Опечатывают все открывающиеся механизмы транспорта. Помимо этого выписывают протокол. Нарушитель сможет потом забрать авто, лишь оплатив штраф. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки средств инвалидов, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на водителя в размере 5000 рублей, а также задержание транспортного средства. Забирают авто на штрафстоянку лишь в том случае, если не будет специальной наклейки на лобовом стекле. Это прописано в законе. К сожалению, бывают и ошибки. К примеру, Юрий Федорович – инвалид. Специальный знак был, только слетел с лобового. Мне сейчас придется ехать, черти куда, у меня нога одна еле ходит. Ну вот видите, как сложилась ситуация. В общем-то, могли бы, наверное, как-то не трогать меня. Закон так не считает. Юрий Федорович – инвалид третьей группы, а парковаться на спецместах могут лишь инвалиды первой и второй групп. Стоит отметить, что общественная палата и ГИБДД проводят такие рейды уже пару лет. Но пока об улучшении ситуации речь не идет. По статистике, за весь прошлый год выявили 210 нарушений. А за первые полгода 2019-го и того больше – 216. Вряд ли нерадивые автовладельцы на этом остановятся. Акраман Ивлоев, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.